Итак, перед нами LG P698, сейчас мы увидим, что такое Clockwork меню и как в него входить. Для начала помним, что зажимаем кнопочку домик, клавишу громкости вниз и нажимаем кнопку включения. Держим кнопку домик и кнопку громкости вниз и вот мы попадаем непосредственно в само меню Recovery. Итак, первый пункт это reboot или перезагрузка. Все понимаем для того, чтобы перезагрузить устройство. Второй пункт это Install Zip from SD Card. Этот как раз пункт очень полезен, нам будет немножко позже. Но в основном мы его использовать будем для того, чтобы установить прошивку, заплатки, патчи, но также ядра. Следующий пункт это Vibe Data или Factory Reset. Попроще говоря, это сброс к заводским настройкам, удаление всего того, что пользователь сохранил, загрузил. Нам это тоже пригодится, но немножко позже. Следующий идет Vibe Cache Partition. Это тоже опция очень важная, полезная, иногда мы ее тоже будем применять и использовать. Иногда вы будете встречать надпись «Почистить кэш», так вот речь идет именно об этом. Следующий момент Backup and Restore. Тоже опция, с которой следует ознакомиться. Помним, что передвигаемся по меню клавишами громкости вверх-вниз и также кнопкой включения. Итак, выбираем этот пункт, кнопка включения. Итак, мы видим Backup, то есть это копирование и сохранение всей системы. Restore, это восстановление из того, что мы скопировали и сохранили. И тоже немаловажный пункт, это Advanced Restore, то есть более расширенный режим восстановления. Заходя в любой из пунктов Backup или Restore, что мы с вами можем увидеть? Сейчас как раз у нас с вами пошел процесс Backup, то есть делается слепок всей системы. Поскольку это займет довольно-таки продолжительное время, ну где-то порядка пяти минут. Этот момент мы с вами опустим и перейдем к другому этапу. Вот как раз Backup системы сделан. Ну и выходим опять на главную страничку, образно говоря, Recovery. Опять возвращаемся в Backup and Restore. Что хочется показать? Когда мы заходим на вкладку восстановления, мы с вами видим цифры, даты, подписи. Что это такое? Здесь как раз числа и время, когда была сделана резервная копия полностью всей системы телефона. Снизу вы можете увидеть подписи. Например, ядро плюс флеш, сток, V10F и так далее. Смысл в том, что вот этих слепков может быть очень много. Для того, чтобы в них не запутаться и чтобы знать, что это именно такое, можно их просто переименовать латинскими буквами. И вот как раз мы с вами видим, что из этого получаем. Возвращаемся назад. Опять идем в Backup and Restore. Смотрим Advanced Restore. Опять мы идем к выбору наших слепков. Выбираем любой. И что мы можем с вами увидеть? Конкретно из слепка системы мы можем восстановить Boot. То есть загрузчик. Папку System или системное приложение. Папку Data или приложение и данные пользователя. Сюда как раз включаются все загруженные приложения. Контакты, настройки и так далее. Восстановить кэш. Это пригодится тем, кто любит играть в игрушки. И также SDXT. Это расширенный раздел карты памяти. Но нам это на данный момент не надо. Мы возвращаемся назад. Следующая вкладка Mount and Storage. Что для нас интересного здесь? Здесь как раз мы видим доступ к разным частям файловой системы непосредственно от телефона. Папка кэша. Папка даты. SD-карт. System. CDXT. Что нам обычно пригождается? Обычно мы выбираем Mount или Unmount кэша. Даты. Вот как здесь на примере. Отключаем SD-карт. Для чего? Это как раз нам, своего рода предохранитель. И дает возможность выбрать то, что нам нужно отформатировать и очистить. Иногда перед установкой прошивки и перед сменой настроек и всего. Что рекомендуется сделать? Премонтировать кэш. Дату. Папку System. И потом просто как раз пройтись по форматам вот этого всего. Понятным делом мы не будем трогать SD-карт. Потому что все сохраненное на ней просто будет отформатировано. Опускаясь вниз, можем увидеть еще один интересный пункт. Это Mount USB Storage. Особенность этого пункта в том, что если мы его выбираем. Здесь мы видим. Эту карту памяти, которая вставлена в телефон. Мы можем использовать как флешку при подключении шнура к аппарату. И доступ непосредственно к флешке, не включая сам телефон. Возвращаемся назад и переходим в вкладке Advanced. Здесь тоже довольно много интересного. Например, мы можем перезагрузить саму recovery. Очистить далвик кэш или далвик кэш. Это тоже пункт иногда необходимо сделать, если телефон начинает зависать. Или перед установкой некоторых программ, перед прошивкой. Как раз вынесено в отдельные пункты меню. Следующий идет Vibe Battery Stat. Это как раз статистика использования аккумулятора. Иногда ее тоже рекомендуют сбрасывать. Потому что в таком случае более корректнее отображается разряд аккумулятора. Ну и естественно расход электроэнергии. Назовем это так. Что нам еще может быть интересно. Здесь опция Partition SD Card. Через эту опцию мы можем как раз форматировать карту памяти. Но форматировать ее каким образом? Можем дополнительно на карте памяти сделать раздел XT4 для установки приложений. И также при помощи этого меню мы можем создать на карте памяти файл подкачки. Следующее меню это Fix Permission. То есть фиксация прав. Более подробнее об этих пунктах мы с вами можем узнать, если мы прочитаем руководство по Clockwork Menu. Пока это все на что хотелось бы обратить ваше внимание.